Привет! Poco Xiaomi планово представила обновление M-линейки смартфонов, самых народных и самых доступных. Базой стал вот этот Poco M5, есть еще M5s, но он не столь интересен. Почему интересен M5? В нем много чего старого, но есть и кое-что новое, очень примечательное. Вот об этом, обо всем поговорим в этом ролике. Внешность смартфона M-серии от Poco в очередной раз изменилась, хотя, честно говоря, изменения тут такие, что их заметят только на тренированный глаз. Задник теперь снова сделан под кожу, такое мы видели, например, в Poco M3. Решение довольно спорное, нравится далеко не всем. В желтом цвете довольно интересно смотрится смартфон, есть еще черный и зеленый. Вообще у смартфона есть брат-близнец, который называется Redmi Note 11R. Там и панель, выполненная из другого пластика, и цвета иные. Так что присмотритесь, если кожа не нравится. Камерный блок теперь сделан сплошной черной глянцевой полоской, из которой выглядывают глазки камер. По моему мнению, это для бюджетника излишне, но, видимо, покупателям по большей части такая штука нравится. Ну а спереди это все то же самое, что мы сто раз видели в бюджетниках. Довольно широкий подбородок и капля фронталка. А вообще, корпус Poco M5 полностью повторяет Poco M4 5G. Не путайте с Pro версией. Все, как обычно у Xiaomi, очень и очень запутано. Смартфон весит 203 грамма, и такие показатели, в общем-то, немало, учитывая, что смартфон весь пластиковый, хотя экран прикрывает закаленное стекло. На этот раз это Gorilla Glass третьего поколения, и поверху наклеена, ну, как по классике сиаминской пленочка. Ею можно пользоваться, если хотите стекляшку, ссылку я оставлю в описании. На этот раз M5 достался 6,58-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080 на 2408 пикселей. Высокая герцовка тут тоже есть. Производитель, правда, нам предлагает либо стандартный 60 Гц, либо повышенный 90 Гц. Если же в Chrome мы запустим популярный UFO-TES, то смартфон в спокойном состоянии будет демонстрировать около 60 FPS. Правда, если мы начнем вот так вот шевелить, сами видите, ничего особо не меняется. И здесь эти самые 90 Гц вы получите далеко не во всех приложениях. Многие под распаковкой заметили, что экран не настолько ярок, как хотелось бы. Ну и давайте с помощью этого прибора я вам покажу, на что способна эта самая матрица. Используем белый фон, максимальная ручная яркость, а так как тут IPS-экран, это, в общем-то, без разницы, ставите автоматическую или ручную. Больше, собственно, не будет. И получаем мы на максимуме 80 кандел на метр квадратный. И это действительно не сказать, что много. Некоторые бюджетники из этого класса выдают больше 100 кандел. Минималка зато здесь хорошая, меньше двух кандел. На мой взгляд, экран здесь целый неплохой, особенно если мы говорим о недорогом смартфоне. Тут нет такой ярко выраженной болячки с потерей яркости при отклонении угла обзора. Пожалуй, главной причиной, почему меня этот смартфон заинтересовал, это его процессор. Он настолько новый, что AIDA64 даже не выдает его название. В Poco M5 установлен новейший Helio G99. Это чип Mediatek для недорогих смартфонов. Думаю, что скоро мы его увидим на целом легионе трубок. Ну а пока это вот такая экзотика. 6 нанометров, максимальная частота работы 2,2 ГГц и ускоритель Mali-G57MC2. В Antutu смартфон набрал более 320 тысяч попугаев. И это очень и очень неплохой результат, как для бюджетника и вовсе отличный. Geekbench. Результаты в GFX. Ну и AI Benchmark. В троттлинг-тесте смартфон себя демонстрирует достойно. Ну, как и все современные медиатеки. Вот если не обращать внимание на этот странный провал, то получается, что трубка не склонна к сбросу частот. Безусловно, заслуга в этом – новые платформы. Даже под нагрузкой смартфон остается чуть-чуть теплым. На поверхности корпуса мне так и не удалось намерить даже 30 градусов по Цельсию под нагрузкой. В играх смартфон демонстрирует более высокую производительность, чем его предшественники на процессорах семейства Helio. Преимущество невеликое, но все-таки оно есть. В танках Poco спокойно работает на предмаксимальных настройках. Естественно, режима 120 FPS тут нет. В остальном же смартфон держит устойчивый 55-60 FPS, даже в насыщенных сценах в снайперском режиме или в большом замесе. Но танки, как мы знаем в плане графики, игра по нынешним временам легкая. К моему большому удивлению, PUBG не дал выставить графику выше высокого уровня, что на языке данной игры означает средние настройки. Видимо, это связано с оптимизацией под новую платформу, вернее ее отсутствие. На этой графике Poco демонстрирует приятный уровень производительности. Ни лагов, ни подергиваний мною не замечено. Изначально сложную во всех отношениях Genshin Impact я попытался выкрутить на средний уровень графики. В этом случае игра становится очень задумчивой, и такое времяпрепровождение вряд ли понравится геймеру. Ну что же, для Poco, несмотря на новый Mediatek, в реальности доступны только минимальные настройки графики в игре про аниме девочек. И даже на них, то там, то здесь, случаются просадки FPS. Ну, что попроще, пусть даже с высокой герцовкой, запускается на Poco M5 Nura. На примере этого смартфона можно видеть, что даже бюджетник конца 2022 года неплохо себя чувствует в играх. В распаковке я ругал Xiaomi за то, что она жадничает в плане памяти. У меня на руках базовая версия смартфона, в ней 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта постоянной памяти. И обратите внимание, у меня осталось всего 9 гигабайт свободной постоянной памяти. То есть прогресса за два года практически никакого в линейке M. Я все-таки рекомендую, если вы надумаете покупать этот смартфон, сразу прицеливаться на версию с накопителем на 128 гигов. Здесь довольно быстрый накопитель UFS 2.2. Конечно, не идеал, но все-таки не EMMC. Ну, хоть не лишают Xiaomi недорогие смартфоны своих базовых фишек. Например, вот, давайте сейчас откроем лоток. Он здесь полноценный. На две nano-SIM-карты и на одну карту памяти. Кроме того, здесь есть такой вот мало-мало заметный силиконовый уплотнитель. Но в который раз повторяю, вот эти силиконовые уплотнители вовсе не означают, что смартфон без влагозащиты эту самую влагозащиту имеет. Так что лучше его не купать. Среди таких других фишек Xiaomi, которые остаются, благо с недорогими смартфонами, это инфракрасный датчик для управления бытовой техникой и рядом с ним находится аудиоджек. Кстати, что здесь понравилось, FM-радио здесь может работать без подключенных наушников. Да, конечно, качество приема не идеальное, но все же работает. А в остальном, если вы купили глобальную версию, в ней будут все интерфейсы для полноценной жизни. Вроде Wi-Fi и AC двухдиапазонного, либо NFC. Ну, NFC, как вы знаете, Google Play в стране уже давно-давно не работает, поэтому придется накатывать MerPay. Сюда даже добавили новейший Bluetooth версии 5.3. В теории он должен улучшить энергоэффективность, но проверить не с чем. Периферии у меня под этот протокол сейчас нет. Poco M5 работает на MIUI 13, основанный на 12-м андроиде. У Xiaomi в последние годы поддержка бюджеток улучшилась, так что на одно-два больших обновления рассчитывать можно. В остальном же это типичная MIUI с целой кучей предустановленного мусора, который придется как-то удалять. Poco M5 достался камерный блок из трех сенсоров, основного на 50 мегапикселей и вспомогательных для макро и боке по 2 мегапикселя. Очевидно, что последние тут для галочки. Толка от них практически никакого. А вот основная камера представляет собой очередную вариацию самсунговского Quad Buyer сенсора, который так полюбился производителям недорогих смартфонов. Ну что же, тем будет интереснее посмотреть, как этот датчик работает с новым процессором G99. Дневные снимки на главный сенсор выглядят многообещающими. Уж не знаю, что в алгоритмах подкрутили в Xiaomi или в MTK, но это действительно одни из лучших фото на этот сенсор от Samsung. Четкость, цветопередача, работа шумодава и баланса белого. Такого я на этой камере еще не видел. Это очень приличный результат. Что касается 50-мегапиксельных снимков, чудо не произошло. Детализация в этом режиме практически не вырастает. Однако, цвета становятся на снимках что-ли живее. Ну или мне так показалось. В любом случае, возможности для цифрозума лишними не будут. А вот ночной режим меня откровенно расстроил. Не совсем понятно, в чем здесь дело, но большинство снимков получаются с еле заметными, но микросмазами. Мое предположение, что есть какая-то проблема с экспозицией в ночном режиме. Наверное, ее пофиксят в одном из обновлений. А вот общее качество вряд ли улучшит. Оно тут ниже среднего. Poco M5 Xiaomi и его возможность снимать видео в дневное время. День, конечно, сегодня не самый светлый. Ну и сами понимаете, в сентябрь на дворе чего вы хотите, что называется. Смартфон умеет снимать ролики в разрешении 1080 при 30 кадрах в секунду. Это его максимум. На большее он и, в общем-то, и не способен. В общем-то, это и понятно для бюджетки 2022 года. 60 кадров и тем более 4К. Из них массово изъяли. И да и вряд ли нам в ближайшее время вернут. Миллион оттенков серого. Как с этим справляется Xiaomi? Ну и давайте посмотрим на работу автофокуса на примере вот этой прекрасной трубы. Быстро справляется. Проблем, мне кажется, никаких с этим не будет. Так, снимает фронтальная камера Poco M5. Руку я максимально выдвинул. На первый взгляд довольно неплохо. Вот дойду в тень. Чтобы было поменьше пересветов. Ну и, во всяком случае, на экране в мартфоне выглядит все довольно прилично. Ну, хотя, с другой стороны, мне кажется, не особо, что в ней и поменялось по сравнению с другими бюджетками вот с Xiaomi в последнего времени. Ну, а у как по итогу? Ну, а теперь пример ночной видеосъемки на Poco M5. Здесь лично я никаких откровений и чудес не жду, честно говоря, от этого 50-мегапиксельного самсунговского сенсора. Однако, на экране выглядит все достойнее, чем у каких-нибудь там прямых конкурентов, либо у того же самого Redmi 10, который один из первых вышел с этим сенсором в 2021 году. Сейчас у нас же конец 22-го. Посмотрим, как работает автофокусировка. Нет, тут слишком темно. Она точно не сработает. Ну, скажем так, не очень она работает, но, в принципе, это было и ожидаемо. А вот что натворились со звуком в этом смартфоне, я, честно говоря, логику у Xiaomi не совсем понимаю. Да, вы не ослышались. Здесь, в M5, в новейшем смартфоне линейки M, нет стерео-режима. То есть, Xiaomi пошли по пути упрощения. Ведь еще пару лет назад на Poco M3 основному динамику подпевал разговорный. А здесь же, в этом смартфоне, такого нет. Ну, хотя бы основной динамик громкий. Да, звезд с неба не хватает, но, во всяком случае, громкий. Под распаковкой меня спрашивали, а что в M5 с вибрацией? Ну, смотрите, здесь можно настраивать ее силу. Но вот, по ощущениям, она самая, что ни на есть, бюджетная. Ну, и коль уж мы говорим про Xiaomi, как же не посмотреть на работу датчика приближения? Ну, то есть, как вы видите, в Xiaomi все-таки прислушались. Не прошло и трех лет к комьюнити, и здесь датчик приближения работает эталонно. В Poco M5 поставили сканер отпечатка пальцев в кнопке включения. Кстати, кнопка включения здесь никак не подчеркнута, о геометрии корпуса и ничего такого нет. Ну, и сами видите, все вроде как срабатывало, да, и без ошибок, но все-таки эти самые ошибки присутствуют. Не сказать, что разблокировка вот прям молниеносная, да? Кроме того, здесь есть разблокировка по лицу. Ну, оно и понятно. Разблокировка по лицу даже побыстрее. Ну, в общем, мое мнение по поводу разблокировки по лицу вы знаете, а сенсор отпечатка пальцев, ну, такой он тут довольно задумчивый, но для бюджетника сойдет. Обычно, когда мы покупаем недорогой смартфон, часто одним из главных к нему вопросом является его автономность. С точки зрения емкости батарейки здесь все стандартно для 22 года. 5000 мАч. Хорошая емкость, но не рекордная. И каких-то сверхдостижений по времени работы в Poco M5 не ждите. Телефон снимался с зарядки в 9 утра, а в 10 вечера возвращался с остатком примерно в 30%. Это такая стандартная для современного смартфона история. Но вот за ночь без подзарядки уходило 5-7% емкости, что уже не есть хорошо, и я считаю, что многовато. Возможно, опять же, я надеюсь, что эту особенность пофиксят с обновами. В коробке со смартфоном находим до более знакомый всем нам блочок питания. Формально он мощностью на 22,5 Вт, но смартфон Poco M5 больше 18 Вт от него не берет. Тоже очень понятная и стандартная история для недорогих Xiaomi. Заряжается M5 чуть меньше, чем за 1,5 при использовании этой зарядки. Xiaomi снова в Poco M5 или в его братья-близнеце Redmi Note 11 Терра, я напомню, это совершенно идентичные смартфоны. В общем, я вам показал в этих моделях, как можно взять проверенные детали, добавить щепотку новизны и выдать актуальный смартфон на конец 22 года. Собственно, если у вас на руках что-то вроде Redmi 10 или даже Poco M4 Pro, менять его на M5 точно не стоит. Ничего нового вы тут не получите. А если же покупаете смартфон, что называется, с нуля, почему бы и нет? Ведь по большому счету минусов у M5 нет. Это такой сферический Xiaomi в вакууме, но на свежей многообещающей платформе, улучшенной камерой, но правда это касается только дневных снимков, обратите на это внимание. И в общем-то тут неплохой экран. Я понимаю, что многим его яркости будет не хватать, но все-таки сами понимаете, это очень недорогой смартфон и это IPS. С ценами на Poco M5 на октябрь 2022 года ситуация и вовсе какая-то удивительная. На Алиэкспрессе за базовый вариант этого смартфона с 4 гигабайтами ОЗУ и накопителем 64 гигабайта просят внимание, 14 тысяч рублей, когда в российском ритейле смартфон можно найти на тысячу дешевле. Сколько такой перекос продлится, я не знаю, но ссылки на интересные предложения и аксессуары к этому M5 я оставлю в описании. В общем, у меня все. Считаю, что как для бюджетника очень интересный вариант, особенно вот в таком желтеньком корпусе жизнерадостном. Нам сейчас всем этого очень и очень не хватает. Подписывайся на мой канал, подписывайся на телегу, ставь лайк, ну и конечно мирного неба над головой. Сейчас нам это очень и очень нужно. Пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok